Абсолютно вот добровольно, из просто хороших побуждений угощают нас коктейлями. И сегодня такая почетная, приятная миссия возложена на Сергея Шкатова, чемпиона, чемпионов величайшего в истории Красноярского края человек. Ну, в общем, легендарная личность с точки зрения вот воплощения философии хорошего настроения. Мне кажется, хорошее настроение это вот... Хотя вот к людям идут за стойку в любом настроении. Вот хорошее настроение к бармену. Плохое. Плохое. Тут же к бармену. Никакое, не понимаешь, что делать. Идешь к бармену, а потом понимаешь, что делать. Сергей, один коктейль ты нам уже сделал. Сейчас делаешь второй, огурец появился. Как-то огурец, коктейли у меня в голове не очень складывается картина. Расскажи. Я напоминаю, мы сегодня готовим разнообразие смешей. Да, то есть смеш – это напитки, в которых содержатся только натуральные ингредиенты. Это фрукты, это овощи, это натуральные сиропы. Все только натуральные. Ну, в нашем случае не только натуральные, но и неожиданные ингредиенты. Это что за у нас сироп? Вот это вот сироп эстрагона. То есть, просто нарубить тархун. А если нет у тебя такого сиропа, газировкой тархун можно или нет? Можно газировкой тархун заменить. Вообще, в принципе, то есть, чем хороши эти коктейли? Тем, что вот все, что есть в холодильнике, то можно использовать. Нет сиропа клубничного. Можно взять вишневого варенья бабушкина, процедить, 50 ягодок. Ягодки на украшение, сироп в коктейли, и получается просто… Вообще, вот эти коктейли ты сам придумаешь или где-то их смотришь постоянно? Как, откуда они у тебя появляются в голове? На самом деле, то есть, вот за эти 15 лет, пока я работаю барменом, столько рецептов коктейлей было изучено, сделано для наших гостей, да, в разных заведениях города, то есть, в ночных клубах, в ресторанах, то есть, что мне сейчас не приходится просто искать рецептуру. Вот подходит ко мне человек, да, в хорошем, плохом настроении, либо в отличном настроении, смотришь ему в глаза и понимаешь, что он хочет. Уже понимаешь. И самый частый коктейль, который заказывают, у меня вот название коктейля «Сделай мне что-нибудь». Вот прям вот так, не что-нибудь, а что-нибудь. И то есть, ты индивидуально к каждому клиенту подходишь и уже… Есть маленькая поправочка. У нас в баре нет клиентов, у нас гости, у нас весь бизнес по свободам. Свою смысл, я вот и не поздравляю тебя слышу. Давай здесь разберемся. Когда меня приглашают в гости, я не плачу за еду и выпивку, а к вам все-таки я прихожу в другом качестве немножко. Ну, я на 100% уверен, что когда вас приглашают в гости, вас не встречают. Ну, ладно, сегодня мы, конечно, твои гости, поскольку у нас тут все на такой дружеской… Итак, спешу напомнить, что находится внутри этого стакана. Эстрагон, огурец, лимон и что-то газированное. И тоник. А, это тоник. Да, причем лимонный тоник. Ну, а хит коктейльной карты в твоей карьере – это, конечно, коктейль под названием «Сделай мне что-нибудь». Нет, про хит мы говорим что-то позже. Прям такой, тебе не вовсе не стоит? Нет, он своеобразный, но сказать, что он неприятный я не могу, но очень такой… То есть, если предыдущий… Сначала тархун, нотки тархуна, а потом такие… Если предыдущий был сладкий, да, то есть его можно выпить, ну, скажем, один бокал, то вот с этим коктейлем можно провести весь вечер. Или все утро. Или все утро. Итак, друзья, у нас программа так устроена, постоянно что-то происходит, и меняется, и вот, казалось бы, сейчас произойдут необъяснимые вещи. От коктейлей и барной стойки перемещаемся в картинную галерею.